Сотрудниками полиции города Майкопа задержан местный житель, который занимался пропагандой наркотических средств. Данное правонарушение молодой человек совершил путем нанесения надписи, рекламирующих торгующие наркотиками сайты. Как удалось выйти на сеть заумышленника и что ему грозит за содеянное, в материале корреспондента программы Сергея Елизарова. Жители города Майкопа наверняка обращали внимание на надписи, появляющиеся на заборах и стенах зданий с информацией об определенных интернет-ресурсах. Большинство из них используются для распространения наркотических средств так называемым бесконтактным способом. С целью пресечения деятельности лиц, занимающихся нанесением этой рекламы, сотрудниками полиции реализуется целый комплекс оперативных и профилактических мероприятий. В результате на днях был задержан один из злоумышленников. В рамках операции МАК-2017 была получена информация в отношении 18-летнего жителя Станицы Ханской, который занимался противоправной деятельностью на территории города и Станицы Ханской. А именно, наносил изображения с адресами интернет-сайтов, через которые ранее возможно было приобрести наркотические средства. В ходе беседы он действительно признался в том, что нанес около 200 надписей на заборы домовладений распространенных территорий города Майкопа. После задержания молодой человек не стал отрицать свою причастность к данной противозаконной деятельности. Он также заявил, что раскаивается в содеянном. Я не понимал. Я думал, что сайт рекламируем. А только потом до меня дошло, что я пацанов подбиваю, молодежь, на очень большие глупости. Как установлено в ходе проверки, за несколько дней активной работы задержанный успел нанести около 200 надписей. Чтобы загладить свою вину, парень под присмотром полицейских закрасил нанесенные им надписи. Но это еще не все. В соответствии с действующим законодательством, молодой человек будет привлечен к административной ответственности. Данному гражданину грозит штраф от 4000 рублей до административного ареста. Если в ходе дальнейшей проверки будет установлен факт участия молодого человека в деятельности группы лиц, занимающихся распространением наркотиков, то отвечать за это он будет уже по статье Уголовного кодекса. В этом случае штрафом отделаться уже не получится. Максимальное наказание за данный вид преступлений предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. МВД по республике Адыгея обращается к гражданам с просьбой не идти на сотрудничество с администраторами сайтов, распространяющих наркотические средства. Этим вы не только способствуете вовлечению людей в употребление смертоносного зелья, но и свою дальнейшую судьбу ставите под удар. Сергей Лизаров, Вячеслав Коробков, Денис Вигерчук. Программа «Объектив-02». Сотрудники полиции Адыгея приняли участие в акции, добровольно сдали кровь. Тем самым они помогли тяжелобольным людям не только словами поддержки, но и жизненно важным делом. Как отмечают медики и полицейские, в качестве доноров ценятся особенно, поскольку уделяют должное внимание своему здоровью и физической подготовке. Они частые посетители этих учреждений. Есть и те, кто сдавал свою кровь более десятка раз, среди них и доноры с редкой группой. Ежегодно сотрудники ГИБДД принимают участие в акции добровольной сдачи крови. Мы с пониманием относимся к проблемам нехватки крови. Поэтому, чтобы как-то восполнить необходимый запас населения республики крови, мы систематически принимаем участие в таких акциях. В Адыгеев суд направлено уголовное дело по факту ограбления ювелирного магазина. Дерзость, которая действовала за умышленник, удивила даже бывалых оперативников. События имели место в конце апреля текущего года. Тогда в полицию Майкопа от управляющей одного из ювелирных магазинов поступило сообщение об ограблении торгового учреждения. Неизвестный мужчина 22 апреля 2017 года, находясь в одном из ювелирных магазинов города Майкопа, попросил у продавца золотые часы на обозрение и примерку стоимостью более 100 тысяч рублей. Получив их последний, оттолкнул продавца и скрылся с места происшествия. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, были собраны показания свидетелей, тщательно исследованы вещественные доказательства и проведены технические мероприятия. Все это позволило в кратчайшие сроки выйти на след за умышленника. Была установлена личность лица, совершившего данное преступление. Им оказался 38-летний житель города Майкопа. Похищенное имущество майкопчанин продать не успел. Дорогие часы были изъяты при обыске и возвращены законному владельцу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно направлено в Майкопский городской суд. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.